Доктор медицинских наук Сегодня статистика онкологических заболеваний у казахстанских женщин. На первый план, конечно, выступает рак молочной железы. На первый план среди женщин. По статистике рак шейки матки, далее рак тела матки, яичники и прочие остальные заболевания. Они занимают наибольший процент. Мы их относим к прочим. Я уже не буду сейчас их всех перечислять. А на сегодняшний день, конечно, я как онкогинеколог, больше внимания мы уделяем таким заболеваниям, как все-таки молочная железа и рак шейки матки. Вообще в Казахстане, я хочу сказать, что тенденция к снижению заболевания по... Имеется, конечно, по злокачественным заболеваниям. Но она, в принципе, остается не на том уровне. Должна, вернее, остаться не на том уровне, как на каком бы мы хотели бы ее видеть. Скажите, пожалуйста, какие факторы влияют на рост онкологических заболеваний? Кому угрожают такой страшный диагноз? Факторы, влияющие на заболевания, их, конечно, очень много. И можно говорить о них очень долго. И это и вирус папиллома человека на сегодняшний день, значит, который вызывает рак шейки матки. Это и различные травмы, это и различные, значит, какие-либо мониционные заболевания. Ну, то есть вот такой вот конкретной причины, я как бы какого-то либо заболевания сказать очень сложно. Это и гормональные нарушения. Вот. Поэтому, чтобы не заболеть, нужно заниматься профилактическими мероприятиями. Все ясно. Давайте поговорим в целом об отрасли, да? Скажите, много ли у нас в стране клиник, которые могут провести качественное обследование, лечение вот именно казахстанских женщин вот с таким диагнозом? Конечно. В Казахстане у нас в каждом, значит, областном центре имеется онкологический диспансер. В каждом, это вот, если взять, в каждом областном центре. И республиканский центр, который находится в Алмате, в Казахске неонкологии, радиологии, который занимается координацией, значит, вот всех вот этих центров. То есть он является основным координатором областных центров республики Казахстан. Значит, в этих центрах больные получают лечение онкологическими заболеваниями, хирургическое лечение, лучевая терапия, химиотерапия. Конечно же, все тяжелые случаи направляют в казахскими онкологии, радиологии, где больные получают лечение уже на должном уровне. Вот скажите, а всем ли доступны эти услуги? Насколько они дорогие? Насколько сейчас это стало доступно в лечении, в обследовании, в диагностике? Нет, конечно же, это лечение доступно, потому что лечение онкологических больных на сегодняшний день в Казахстане бесплатное. То есть больные государства заботятся о таких больных. Вообще лечение онкологического больного – это очень дорогостоящее лечение. Лучевая терапия, химиопрепарат – очень дорогостоящее. Поэтому на сегодняшний день это достижение, видимо, нашей республики Казахстан, что все больные получают онкологическую помощь бесплатно. Ну и хочется узнать, как в нашей стране развивается частная медицина. То есть насколько интересно, с точки зрения коммерции, инвестировать в открытие клиник? То есть от чего будет зависеть тут успех? Я думаю, что на сегодняшний день вообще очень тесно работа частной клиники вкупе с государством. Почему? Потому что вот эта квотная система бесплатного обслуживания, которую предоставляет государство, она предоставлена сейчас и частным клиникам. То есть больной может обратиться в частную клинику, он выбирает себе врача сам, он обращается в частную клинику, которые могут ему выдать тоже направление на бесплатное лечение, и государство оплачивает это лечение. То есть это как бы вот сейчас... Или же, конечно, если у человека есть возможность оплатить свое лечение, он оплачивает уже по прескуранту, которому предоставляет частная клиника. И вообще, если говорить о том, отличается ли государственная клиника от частной клиники, конечно, может быть... Вообще любая клиника, любая клиника, это прежде всего медицинский персонал. Бывают же клиники, оснащенные всем, все есть, все прекрасно, все замечательно, но если нету врача, если медицинский персонал не на должном уровне, то, конечно же... А есть маленькие клиники, которые... Ну, то есть любую, как говорится, отрасль делает все-таки человек, правильно? Я специалист, поэтому я думаю, что... Это лично мое мнение, что в принципе особой разницы нет, где вы будете лечиться, в государственной клинике или в частной клинике. Вы должны получить достойное лечение, вы должны уйти здоровыми. Ну, и не секрет, что в европейских странах очень эффективно распознается рак на ранних стадиях, да? То есть поэтому у них есть очень много таких эффективных методов лечения, и поэтому, соответственно, ниже результаты, скажем, показатели смертности, да? Как добиться нам таких результатов, и зависит ли это от вообще в целом финансирования отрасли? Вы знаете, лечение онкологических больных во всем мире, да? Оно в принципе стандартное, стандартное. У нас есть стандарты диагностики, стандарты лечения, мы придерживаемся этих стандартов. И я уже в начале нашей беседы говорила о том, что онкологические больные получают комбинированные или комплексные методы лечения. Это оперативный метод лечения, это лучевой метод лечения, лучевая терапия, и это химиотерапевтические методы. И вот на сегодняшний день во всем мире лечат онкологических больных по вот этому принципу. Одно дело, там, как бы они, скажем, кто-то оперируется, кто-то получает химиотерапию, только кто-то. Но сам принцип лечения, он, в общем-то, он одинаков везде. И говорить о том, что какие-то новые эффективные методы лечения, где-то там лучше или где-то хуже, знаете, это... Нет, конечно, есть, может быть, что-то такое, что мы не можем где-то там предоставить наш. И то, я думаю, что нет. Мы можем предоставить своим больным и очень хорошо лечим. А финансирование, ну, в частности, государственное, тут большой роль играет? Ну, финансирование онкологических больных же очень хорошее нашим государством. У нас больные получают, вот, например, химиопрепараты. Это очень дорогостоящие препараты. Они стоят тысячу, там, полторы тысячи, есть 10 тысяч долларов на курс лечения. Очень дорогие. И ведь государство же обеспечивает. Это, знаете, вот мы ездим и общаемся, вот, на конференциях как-то с докторами. И я хочу сказать, что не везде так, как у нас, говорят, больные покупают сами. А наши больные, они обеспечены. То есть, основными лекарственными препаратами, основными методами лучевой терапии наши больные, они обеспечены. Ну, давайте поговорим о другом направлении медицины, да. Сейчас очень много появилось в клинике, которая оказывает услуги экстракорпорального оплодотворения. То есть, тут, имея, наверное, такой коммерческий интерес, врачи предлагают всё больше дорогостоящие, очень сложные методы лечения, да. И вы согласны с тем, что это стало в нашей стране таким большим, неким, очень масштабным бизнесом? Или же всё-таки действительно растёт потребность в таких услугах? Ну, вы понимаете, как любое лекарство, которое сначала очень дорогое, а потом проходит время, оно всё становится меньше и меньше. Точно так же здесь. То есть, мы уже получаем такую возможность помочь больше женщинам, с каждым годом больше женщин. И само государство выделяет, опять же, вот эти, значит, квоты на то, чтобы женщина, вот любая женщина могла воспользоваться бесплатным, значит, моментом, вот для того, чтобы провести эко-программу. И если у этой женщины получается, она бы вы видели их глаза. Поэтому говорить о том, что это бизнес, ну, я думаю, что не стоит. Нет, потому что, вот, не всегда, конечно, можно, мы помогаем. Вот у нас сейчас новые инновационные технологии. Мы сейчас лапароскопические, там, гейстероскопии, лапароскопии. То есть, это стандарты диагностики бесплодия. Мы не можем, то есть, любая женщина проходит стандарты диагностики. Прежде чем её отправить на эко-программу, она проходит очень много методов обследования. И если, конечно же, при вот этих методах мы выясняем, что она сама не родится, то есть, у неё не получится забеременеть саму, тогда мы её отправляем на эко-программу. И когда репродуктологи ей помогают, эмпреологи, и она рожает детей, ну, знаете, это многого стоит. Поэтому я не согласна, что эко-программа – это бизнес. Нет, это просто счастье материнство. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь уже к другому, ещё одному направлению медицины, да, к суррогатному материнству? Вот тоже с каждым годом становится популярным, превращается то, что в некий бизнес. Есть такой момент. Как Вы сами относитесь? Во-первых, не любая женщина согласится быть суррогатной матерью. Во-вторых, не каждую женщину могут, так сказать, задействовать суррогатному материнству. Не каждая. Она тоже должна пройти отбор, она тоже даёт какие-то анализы. И потом у неё тоже какие-то, к ней тоже какие-то там вопросы и всё такое. Вот. И, конечно же, вот сейчас мы смотрим очень много и российское телевидение, где говорят о том, что суррогатное материнство как бы вот женщина выносила, она родила, и взяла, и ребёнка забрала, понимаете? И такой момент бывает. И они же у россиян, да, она его родила, а он остаётся с ней. Она его не даёт. Или наоборот, родители отказываются от этого ребёнка, потому что ещё одна суррогатная материнка родила, например, мальчика, а те не хотели девчика. Ну, в общем, вот такие моменты. Конечно, здесь очень много вопросов. Очень. Это чисто социальный уже вопрос. И осуждать ту или инту сторону мы осуждать не можем, они хотят ребёнка. Эту сторону мы тоже осуждать не можем, понимаете? Потому что, ну, потому что, наверное, она так решила, что она вот должна... Это в конце концов и материально, прежде всего, хотя начиная там... Ну, это чисто материально для неё, правильно? Она же не рожает для себя, она же рожает для кого-то. Значит, она поправляет своё материальное положение. Ну, это её выбор. Вот и всё. Поэтому мне очень трудно сказать, а потом, что делает женщина, то... Это её право. Это её право, да. Ну, и в завершении нашего интервью ваш профессиональный совет к колоссанским женщинам и девушкам. Как вести своё здоровье? Ой, конечно, девушкам хочется сказать и женщинам, и девушкам, что женское здоровье – это здоровье, прежде всего, дочери, матери, бабушки, бамбушки, прабабушки, потому что в каждой семье должна быть женщина. Любят же маму, любят бабушку, любят девочку, потому что, ещё раз повторяю, девочка – это символ продолжения рода, это, действительно, вот... Это самое главное – уют в доме. И, конечно, женщина должна быть здоровой. Самое главное. Поэтому, чтобы женщина была здоровой, она должна профилактически обследоваться. Она не должна сидеть, закрываться там, думать, ай, пройдёт, ай, боюсь, ай, не пойду. Нет. Она должна думать о себе. Если она будет здорова, будет здорова вся её семья. Если она будет здорова, она будет счастлива. А от неё зависит, опять же, состояние всей её семьи, всего её окружения. Поэтому, милые девочки, женщины, думайте всегда о себе, потому что вы являетесь, конечно, очагом своего дома. Гинекологу нужно находиться здесь, женщине раз в год, обязательно. Раз в год показываться врачу, гинекологу, сдавать какие-то определённые диагностические процедуры. То есть предотвращать развитие различных заболеваний, не только злокачественных, любых заболеваний. Алиса Алмазбековна, спасибо вам большое за очень полезную и интересную информацию. Я вас благодарю. Спасибо. Я напомню, мы беседовали с доктором медицинских наук, профессором, врачом высшей категории, гинекологом-онкологом Алисой Байназаровой. Я прощаюсь с вами до новых встреч на Атомикен Бизнес Ченнел. Редактор субтитров А.Семкин